Последнее время мы видим, что цены на недвижимость активно растут, вне зависимости от региона. Конечно, если смотреть на Санкт-Петербург, Москву, либо Сочи, там цены условно десятикратными размерами как будто умножаются. На самом деле, все-таки где-то прирост идет в районе 1-2% каждый месяц. Конечно, нет такого, что условно квартира стоила 10 миллионов и резко стала стоить 20 миллионов рублей. Но самое интересное, что несмотря на то, что цены растут, люди все равно покупают недвижимость. И если у вас был бюджет 10 миллионов или 15 миллионов рублей, то раньше вы, например, хотели купить двухкомнатную квартиру, а сейчас у вас будет выбор только лишь в студию. Вы, наверное, останете своей арендной квартире, а купите небольшую инвестиционную студию, чтобы ее сдавать, либо условно сохранить капитал, положить туда деньги. Именно поэтому в этом выпуске я хочу немножко порассуждать, почему застройщики решили сокращать площадь квартир, почему сейчас доля студии это 25% и что же будет с рынком недвижимости. С вами Зубик Виктор, канал «Смарт про недвижимость». Ну что, поехали! Давайте вначале взглянем немножко на статистику, а точнее на долю студии сейчас в новостройках. Если мы посмотрим на 2016 год, то доля была, наверное, в районе 6%. И мы видим, постепенно эта доля начинала расти. И расти, когда она начала? Именно где-то с 2021 года. Потому что цен на недвижимость с 2018 до 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 они сильно не росли. То есть всплеск по цен на недвижимость как раз-таки начался где-то в сентябре, в октябре 2020 года. И когда уже цены стали расти, застройщики стали понимать, надо делать студии. Потому что студии на самом деле не хватает. И я часто говорю у себя на эфирах и здесь на канале, что студия сейчас один из самых ликвидных объектов. Потому что если мы посмотрим на статистику Дом РФ, вообще в общем по России, то доля студии сейчас это где-то 7-8% от общего объема строительства сейчас, то что происходит. А, например, доля однушек или квартиры площадью где-то 25-45 метров, это такая основная часть, это 50-60%. В зависимости от региона, от города и в целом там от определенного запроса населения в конкретной точке. И многим сейчас будет казаться, что доля студии 25%, все, студии не нужно покупать. И вообще, короче, куча этих будок настроили, которым никому не надо. На самом деле здесь очень есть важный подвох, который нужно смотреть, потому что в СМИ часто рассуждают и любят такими кликбейкными заголовками. Раскидывать. Дело в том, что студии все-таки 25% от только новостроек. Если мы учитываем, что, например, в Москве или в каком-то регионе может вводиться от 1 миллиона, например, до 10 миллионов квадратных метров в год, потому что весь план еще по России-то там в районе 90-100 миллионов в год, а план, помним, основной 1 миллиард квадрат до 2030 года. И получается, что у нас есть огромное количество построенного жилья. И доходы населения сейчас не растут, это факт. Но при этом, как мы вначале обозначили, люди хотят покупать недвижимость. Исходя из этого, люди начинают смотреть на более маленькие площади для того, чтобы сохранить своих пар рублей. Действительно, огромное количество людей делает неграмотные покупки, залазят в непонятные студии, берут студии 35-40 метров большие, и либо залазят в рассрочки. Мы про это снимали уже два расследования по ЖК Сидней Сити и другим проектам. Можете их отдельно посмотреть, последнее видео разбирали как раз-таки с юристом. Но на самом деле, то, что студий сейчас больше, я бы не стал на самом деле уходить от этого момента и больше не покупать на студии. Я бы еще больше на самом деле рассмотрел, так как застройщики сейчас снижают свои площади в евро-трехкомнатные квартиры, которых сейчас не хватает. Почему? Потому что есть очень простая математика, а точнее вообще запрос. На самом деле, запрос квартиры, которые хочет купить среднестатический россиянин, это двухкомнатная квартира. А точнее сейчас это модным словом евро-три. То есть, когда у нас есть кухня-гостиная, есть две спальни, небольшой коридор, есть совмещенный санузел или условно маленький у нас санузел гостевой с мастер-спальней и какая-нибудь еще кладовочка. И идеально, если это все вмещается площадью 55 квадратных метров. То есть, для среднестатического человека, например, стоимость метра условно 300 тысяч рублей за квадратный метр. Хотя в реальности уже там 330 и 400 тысяч за метр. Получается, например, вы хотите купить двушку. 70 метров. 70 умножаем на 300. Она стоит, например, там 21 миллион, либо 28 миллионов рублей. И когда вы смотрите на небольшую евро-три, например, там 50-60 метров, то получается, например, 50 метров умножить на 300, она стоит 15 миллионов. То есть, у вас выбор взять квартиру за 15 или за 21. Да, здесь будет 50-55 метров, она не такая большая, но разница в 15 метров, она не будет сильно ощущаться. И будет сильно ощущаться, скорее всего, ежемесячный платеж по ипотеке, которого вы будете платить за квартиру. Потому что, кроме того, что огромное количество сейчас квартир все меньше и меньше площади становится, и они сокращаются, то есть с каждым месяцем, видимо, уже нужно рассматривать, говорить это так. Все-таки и растет ипотека, растет ипотечный платеж, и люди, конечно же, хотят платить адекватную сумму, а точнее, я думаю, у любого гражданина Российской Федерации, запрос на покупку своей недвижимости, это условно уехать из аренды в свою квартиру. Многие скажут, а я лучше, короче, буду вообще не покупать недвижимость, положу деньги на облигации, а вы все дураки, что покупаете недвижимость, буду получать там 12 годовых, а аренда дает там 3-4-5 годовых. На самом деле, в многих случаях это действительно разумное решение, если мы не будем читать фактор, что недвижимость в целом растет. Да, конечно, не вся недвижимость растет, есть много убыточных лотов, но базово сейчас, если вы выберете правильную планировку, а площадь студии и площадь квартир однокомнатных и двухкомнатных стала меньше именно из-за применения евроформата. То есть, раньше, например, классическая однокомнатная квартира была 45 метров. То есть, это у нас кухня, большая у нас гостиная, коридор 8-12 метров, и условно есть ванная и санузел, и он условно не совмещен. И на самом деле, запроса на однушки 45 метров не европланировки, его не существует. Людям нужна либо маленькая удобная квартира, это кухня-гостиная, спальня, маленький какой-нибудь там коридорчик со шкафом и совмещенный санузел, площадью 35 метров, это намного эффективнее и лучше, чем вот эта классическая большая однокомнатная квартира 45 метров. То же самое условно с двушками. Раньше было 67-70, сейчас делали 50-55. И получается, сейчас для тех, на самом деле вы удивитесь, но те, кто покупает квартиры правильной планировки, и меньше, и за меньшую стоимость, они по итогу все равно смогут заработать. И в большинстве случаев стоимость недвижимости их вырастет. Почему? Потому что мы сейчас как бы запутались вроде, доходы населения падают, да, а вы сейчас говорите про рост стоимости недвижимости. Именно потому что этих квартир не хватает. То есть, как говорил Сергей Галицкий, если нет денег на гречку, помните, когда на него все обозлили, что гречка стала дорогая, он говорит, людям нужны килокалории. Нет денег на гречку, будешь покупать макароны. Нет денег на нормальную квартиру большую, будешь покупать меньше площади. Хотел бизнес-класс? Купишь комфорт. Хотел комфорт? Купишь эконом. Хотел какую-нибудь недорогую там новостройщику при инновации? Купишь старую панельку. То есть, ты, условно, как потребитель, тебе все равно нужны квадратные метры. И у тебя есть выбор либо арендовать, либо покупать и использовать ипотеку. И если у вас есть возможность купить квартиру в ипотеку, и ипотечно платешь на уровне аренды, да, то это уже, на мой взгляд, победа, и это правильное решение. На самом деле, я бы сильно не раздувал эту новость, что застройщики нам впаривают маленькие квартиры. Застройщики дают то, что нужно рынку, да. И я всегда говорю, что, на самом деле, самое важное, это правильная и эффективная планировка. Поэтому обязательно нужно правильно выбирать планировки. И, условно, есть еще один момент, да, сегмент недвижимости. Это апартаменты. Потому что апартаменты сейчас, как бы, активно начинают застройщики впаривать. Я по-другому не зову, потому что они называют их жилыми комплексами или комплексами для комфортного проживания в вашей семье. Я хорошо отношусь к апартам, но у апартов есть несколько определенных минусов. Первое. Вам часто впаривают это под видом жилья. И вы потом такие, о, а где моя инфраструктура, а почему это коммуналочка дорогая, и почему вообще у меня там сосед на втором этаже сделал, не знаю, гольф-клуб, да. Он же может гольф-клуб открыть, все что угодно может делать. И у апартов есть еще другой минус. Это часто очень маленькие планировки. Вот как раз-таки я не рекомендую инвестировать в квартиры меньше там 18 квадратных метров. То есть 18, 19, 20, в зависимости от планировки, это, на мой взгляд, такая хорошая золотая середина. И здорово, когда, например, есть вообще там небольшая квартира, и у нее можно кухню вынести в коридор. Вот это прям самые классные форматы, на мой взгляд, и часто в апартах это можно сделать. Я в последнее время сам активно инвестирую в апартаменты по той причине, что они продаются в рыночную ипотеку, не в льготную, достаточно хорошие локации расположения, более качественные проекты, то есть потому что в основном апартаменты для того, чтобы как-то обосновать свою цену делать бизнес-класс, хорошую там гранд-лобби. Но каждый апартамент нужно отдельно выбирать. И вот самый важный момент, который сейчас нам преподносит правительство, это они хотят, и я думаю, что все-таки примут, уже было, как я понимаю, несколько чтений, что застройщикам нельзя использовать слово «жилой комплекс» или, видимо, какие-то другие там слова, по той причине, что многие люди обращаются потом в правительство, когда они купили апартаменты и не могут, соответственно, решить там, условно, у них нет нормального двора, нет нормальных парковочных мест, нет, соответственно, инфраструктуры. Я думаю, что это связано особенно с проектом «Квартал-спутник», потому что многие называют его «ЖК-спутник», но это не «ЖК-спутник», это комплекс апартаментов «Квартал-спутник», который строит самолет за МКАДом в Одинцовском районе, саживаю, сейчас его в Красногорский район переместили, но все равно Московская область, без нормальной транспортно-доступности. Мы как-то ездили, я думаю, вот здесь вот стоит вставочку сделать, как я ругался на машине, не мог припарковаться. Это какой-то ад просто, я привык ко всем этим новостройкам, проблемами с парковками, и я не могу здесь выехать, там какая-то пробка, я сейчас еду опять навстречку, просто я искренне сочувствую огромным количеством людям, которых здесь вот запикали, самолет, обещая им классную инфраструктуру, доступность и прочую историю. Вот эти люди едут, если у них нету паркинга, они не найдут парковочное место. Я хочу просто припарковаться временно, не постоянно, не на ночь, да, хочу просто временно скинуть тачку на полчаса. Я, честно, такой херней давно не видел, у меня столько негативных эмоций, давно никогда не было, вот только от спутника, от самолета у меня такие эмоции бывают. И это как раз таки связано с тем, что это апартаменты. На самом деле, вот мы недавно тоже про комплекс апартаментов активно говорили, там, Алаканская 24 или Байерс, там очень хороший запрос на аренду, и был адекватный ценник, там в прошлом году можно убрать хорошие лоты, и я в чатике, например, Байерса видел такую. На мой взгляд, это уже шутка. Спрашивают у управляющих компаний, уважаемые там управляющие компании, подскажите, сколько у нас застройщикам предусмотрено парковочных мест в нашем апарткомплексе? И ответ управляющей компании. В нашем апарткомплексе гостевых парковочных мест не предусмотрено застройщикам. То есть их ноль, да. То есть если в жилом комплексе должны быть в любом случае какие-то парковочные места, то в апартаментах их можно не строить. Поэтому я поддерживаю предложение в данном случае правительства, назовем это в общем ситуации так, которые хотят все-таки запретить застройщикам продавать апартаменты под видом жилых комплексов. И я считаю, что нашему населению нужно быть действительно как можно более финансово грамотным. В целом я здесь на канале про это рассказываю, какие есть отдельные жилые комплексы, какие есть апартаменты, что правильно покупать и что не нужно брать. И я уже надеюсь, что вы вот апартаменты 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, даже 18 метров, в целом не будете покупать. Потому что зачастую это супер маленькие будки и на них только очень узкая целевая группа. Это физики, которые хотят заниматься по суточной арене. Но это абсолютно другая история. Поэтому, на мой взгляд, изменение, точнее уменьшение площади квартир в первую очередь связано с запросом населения. Потом уже это связано с запросом населения и с требованием к планировкам. Потом это уже связано к повышению стоимости квадратного метра. Ну и в целом, как говорится, в тесноте да не в обиде. Потому что вы будете удивлены, но у нас в России не хватает квадратных метров. У нас земли очень много, но квартир и площади не хватает. Огромное количество людей живут в троем, в четвером, в 30-40 метрах. И там средний коэффициент квадратного метра на одного человека, это там кто-то говорит от 6 до 12 квадратных метров. Разные цифры приводит. Но, как я понимаю, в многих случаях людям проще снять свою студию 20-25 метров. Жить в ней какой-то период, например, в качестве аренды. Либо там первого жилья, особенно кто-то там переехал, например, и в качестве обучения себе купил или снимает студию. Чем? Делиться кем-то пространством в однушке, в двушке, в трешке. Ну, здесь уже каждый сам выбирает, в зависимости от того, сколько ему килокалорий нужно. Ну, а с вами был Зубик Виктор, канал SmartPrintVision. Надеюсь, что вам понравился такой выпуск и формат. Буду рад от вас получить обратную связь. Всем спасибо и инвестировать в недвижимость с умом. Пока!